Добрый день, друзья мои! Начнём мы с вами с истории. В XIII веке на Руси правили два князя, два Даниила. Даниил Галицкий 40 лет огнём и мечом создавал своё княжество. Он воевал с татаро-монголами, с австрийцами, с поляками, с венграми, и он своего добился. Его признали в Европе, а Папа Римский даже присвоил ему титул короля. И у всех, кто подчинялся ему, он требовал присяги, считая, что только верность, только личная верность может обезопасить и сохранить страну. Князь Московский Даниил, сын Александра Невского, он вообще ни с кем не воевал. Москву он получил в удел от старшего брата. Потом один из родственников, умирая, оставил ему Переславль Залеской. Добровольно присоединились Коломна, другие волости, и он не требовал присяги в личной верности. Он говорил, братья, если вы присоединяетесь к Москве, то теперь мы одна семья. И если на кого-то нападут, обороняться мы должны сообща. Сегодня мы с вами поговорим о патриотизме, причем в разных его проявлениях. Сегодня в программе. Поэт в России больше, чем поэт. Написавший это Евгений Евтушенко устроил в Москве праздник поэзии. Почему немец Пестель был русским патриотом? Библиотечное дело в России. От падения к взлету. Американцы очень гордятся своей библиотекой Конгресса. И действительно, она самая крупная в мире. Ну, представьте себе, 100 миллионов единиц хранения. Это очень много. 600 километров стеллажей. Ну, куда уж больше. То есть, гордиться есть чем, но пользоваться очень неудобно. Можно часами, а то и сутками ждать, когда найдут нужную вам книгу. И это беда не только этой библиотеки, но и всех крупнейших библиотек мира. И поэтому, вполне естественно, мы переходим на электронные библиотеки. В интернете их великое множество, на разные темы. Но крупнейшие вузы России, тем не менее, создают свои собственные электронные библиотеки. Зачем? Насколько это оправдано? Ответы на эти вопросы вы узнаете в материале Елены Уткиной. На календаре август. У студентов остался месяц заслуженных каникул. И вообще, лето – время отдыха. Но не для всех. Преподаватели института стали из плавов не рвутся в отпуск. У них есть дело. Они работают над инновационной программой. О том, что такое инновационное образование, нам рассказал ректор вуза Юрий Сергеевич Карабасов. Использование достижений науки и тонкой ориентации, четкой ориентации на потребителя, на экономику, на рынок. Рынок труда, рынок интеллектуального продукта, рынок научно-технической продукции. Вот это и есть инновационное образование. Что такое инновационная программа «Качество, знание, компетентность»? Программа наша разбита на четыре проекта. Четвертый проект, он связан с инновационной деятельностью. И прежде всего, на тесную интеграцию науки образования. Прежде всего, это участие студентов в реальных научных исследованиях. Предметом нашей гордости является Межвузовский центр коллективного пользования «Металлургия и материаловедение». По существу это уникальный набор оборудования. Некоторые единицы оборудования, они и есть единицы, один-два в России. А некоторые просто по одному. И это позволяет нам работать в заделах, в исследованиях, в поисковой части, в стартовой части научно-технического прогресса, инновационного проекта на высочайшем уровне. Кто же работает над реализацией этой программы? Наши ведущие проектора занимаются как раз реализацией вот тех проектов, которые я назвал. Первым проектом руководит проектор по базовому образованию. Вторым и третьим проектом руководит проектор по учебной деятельности, по учебной работе. И четвертым проектом руководит проектор по науке и инновации. Какие цели преследовались при создании программы? Хотим мы достичь создания новой современной образовательной среды, которая бы позволяла студенту получить в этой среде тот необходимый набор компетенций, которые бы позволили студенту выпуститься из вуза, стать выпускников и прийти на предприятие, и попасть в адекватную среду. Когда ожидается полная реализация инновационной образовательной программы? Помимо техники, помимо железа, помимо шикарной мебели и аудитории, нужна наука. Научные школы пострадали очень сильно. Ушла молодежь, потеряна молодежь. Восстановить преемственность внутри научной школы нужны десятилетия. В конце июня в бюджет Московского института стали и сплавов поступили первые 80 миллионов рублей. Проект запущен, работа началась. О первых результатах инновационной образовательной программы «Качество, знание и компетентность» мы расскажем в начале учебного года. Вы знаете, во Франции понятие патриотизм есть аналог. Словечек такое «лоял». Ну вот от него происходит лояльность, то есть верность. Верность законам, верность установлением и верность правителям. У них это прижилось, у нас не очень, особенно в среде поэтов. Русские поэты и власть эти отношения всегда складывались очень-очень своеобразно. Ну, скажем, Александр Сергеевич Пушкин. Все мы знаем, что его ссылали, за ним был полицейский надзор, ему не давали выехать за границу на лечение, ему надо было лечиться. У него была застарелая подагра и нервы ни к черту. Но, тем не менее, государь-император Николай I за пушкинскую историю Пугачевского бунта заплатил ему больше 30 тысяч рублей. Сумма огромная. Ну, для сравнения, столько же за всю свою жизнь заработал близкий ко двору граф Аракчеев. Но Аракчеев, умирая, завещал все свои деньги на развитие военных училищ. Александр Сергеевич Пушкин спустил эти деньги, ну, едва ли чуть не за месяц, в карты. Мало того, после смерти он оставил такие долги, ну, что по нынешним временам можно было бы сравнить с областным бюджетом. И эти карточные долги Николай I тоже заплатил. А теперь я вам прочитаю строчку еще из одного поэта, нашего современника. «Россия без поэзии российской была бы, как огромный Люксембург». Поэт, написавший это, всегда имел тоже особое отношение с властью. Итак, слово Ольги Чистовой. Исторически сложилось так, что Политехнический музей стал трибуной творческой мысли. Здесь выступал Ленин, читали стихи Блок, Есенин и Маяковский. Позднее здесь собирали аншлаги знаменитые шестидесятники, воспрянувшие в период хрущевской оттепели. Евгений Евтушенко, пожалуй, один из самых известных поэтов 20 века, по традиции отметил свой очередной день рождения именно здесь. «Пою и пью, не думая о смерти, раскинув руки, падаю в траву, и если я умру в белом свете, пряну от счастья, что жму». Для большинства зрителей Евтушенко – это их молодость. И, слушая поэта, они вновь обретали ее. «Я впервые его увидел в 1958 году, в Мальчишке был, в саду Баумана. Причем был концерт, молодежная аудитория совсем. Первое отделение был какой-то профессиональный чтец. То ли Моргунов, то ли, я не помню, Журавлев. Ну, прочли стихи Евтушенко. Ну, так, молодежь себя восприняла хорошо, но не очень. А во втором отделении вышел сам Евгений Александрович. Он вышел длинный, как жерт, два метра, а вес, наверное, был 40 килограмм, не больше. Как он начал читать, ну, весь зал просто в шоке был. Какое-то потрясение было». Однако не только старшее поколение – аудитория Евтушенко. «Ну, я вообще узнала Евтушенко совершенно случайно. А посмотрела, когда у него был юбилей, телепередачу, там буквально услышала пару стихов, и сразу мне они очень понравились. Купила восьмитомник. И теперь читаю практически каждый день на ночь. Это моя настольная книга. Ну, прежде всего, как бы, ну, по нему, что ли, изучаешь историю». Евгений Евтушенко называют теперь «шестидесантник». Он словно связующий мостик между поколениями. «Я привела сюда свою дочь, потому что я считаю, что это то литературное наследие, которое мы должны отдавать, передавать своим детям». Можно по-разному относиться к творчеству Евтушенко. Принимать его или не принимать. Называть его поэтом советской эпохи и так далее. Но эпоха ушла, а Евтушенко остался. «Мы, лицедеи и богомазы, дурили головы господ. Мы ухитрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как собой не рисковали, как не страдали от врагов. Богов людьми мы писали. И в любви видели богов». Специально ко дню рождения Евгения Александровича был выпущен его трехтомник. По словам художественного руководителя издательства Валерия Краснопольского, выпуск третьего тома задерживался. До последнего момента было неизвестно, успеют ли. Все же успели и доставили книгу именно к началу творческого вечера в политехническом. Евгений Евтушенко – любимый поэт моей мамы. Конечно же, я купила ей в подарок трехтомник. Но, знаете ли, зачиталась сама. Так что придется вручить подарок позже. Можно ли любить родину за что-то? Но, оказывается, можно. Вот такой простой пример. Семейство русских немцев Пестолей оставило очень большой след в истории нашей родины. Мы знаем, конечно, Павла Пестоля, декабриста, но в свое время куда более известен был его отец, Иван Борисович. Так вот, однажды он написал письмо, я вам прочитаю отрывок, это из письма детям. «Я очень рад, что вы продолжаете любить свое Отечество. Вы должны любить его за те благодеяния, которыми родные ваши пользуются здесь со времен водворения нашего семейства в этой стране. Россия есть наше Отечество в течение ста лет». Кстати, русский немец Пестель написал это по-французски. Итак, за что же можно любить свое Отечество? И как Отечество должно отвечать на эту любовь? Вот об этом мы говорили с гостем нашей передачи, который посетил нас буквально на днях, и я передаю ему слово. Чтобы любить свою страну, надо, чтобы тебе в этой стране было хорошо, тепло и уютно. И чтобы ты знал, что лучшее, чем здесь, тебе нигде не будет, тогда ты ее будешь любить. И чтобы ты понимал, что та власть, которой ты платишь налоги, все для этого делает. Чтобы ты понимал, что здесь все живет по справедливости, что здесь ты защищен, что если с тобой что-то случится, то тебя не бросят, и что у тебя есть какое-то там, да, славное прошлое, светлое будущее, и в старости тоже все будет хорошо. Вот, знаете, если сказать, да, там, сахар, то слаще не будет. Вот, патриотизм, это гораздо сложнее, чем просто взять и повесить, да, там, плакат на каждый дом, «Будь патриотом». Не поможет. Это большая работа, и начинать ее надо с себя, вот с каждого. И что ты сделал? И каждому чуть-чуть сделать. Я вот считаю, что, знаете, там, за три года воспитать всю страну патриотами не получится, не получится. Когда американцы поют гимн, они встают, знают его слова и кладут руку на сердце, искренне, я вот много раз там был, я знаю, что это делается там искренне из детства, но уровень, например, той защиты, которую те же вот американцы, которых мы любим, предоставлять своим гражданам, нам до него далеко. И еще в заключение несколько слов об иноземцах. Как вы, наверное, знаете, недавно была разработана программа по привлечению в Россию жителей ближнего зарубежья? И сразу же послышались голоса, а зачем они Россия, а зачем им Россия? Отвечу. В школьных программах у нас как-то стыдливо умалчивается, но... Я прочитаю небольшой списочек. Немецкие корни имели Фанвизин, Дельвик, Герцен, Блок, художник Перов, Салтыков-Щедрин, фельдмаршал Кутузов и весь род Толстых. Предки Суворова из Швеции, Лермонтова, наверное, вы знаете из Шотландии, в Литву уходит родовое древо римского Корсакова, а в Польшу Глинки и Алябьева. Список я мог бы продолжать и продолжать. Все эти люди не забывали о своих корнях, они гордились ими и в то же время считали себя патриотами России. Вот, пожалуй, на этом мы сегодня и завершим нашу передачу. До встречи через неделю.